Hello everybody, I'm a student, hello friends. Today we tell about President of USA, number 12, and this is a person who was not ready to go to the president, he was in the military, he was in the military, he was in the military, he didn't meet with these juridical, political, and so on, but he was hoping to help Congress, he was hoping to help the Constitution and their friends, he was in the party, he was in his faith, 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 and he was in his faith, he was in his faith, he probably did not eat things, he just said the Vatican, he had to keep the ingredients out there, Фруктов наелся, много всего, там жара была, да он отравился и все, и скончался через 5 дней. Самый как раз праздник у них день, национальный праздник отравился, 4-7, 4 июля там у них национальный праздник, да. И, значит, молока несколько стаканов холодного, там вроде фрукты какие-то, вишни, мороженое с вишнями, ну и все такое прочее. Долго говорили, несколько сот лет, что вот он отравлен был, ну не несколько сот лет, да, почти, 200 лет почти. Говорили, что и сейчас, что он был отравлен мушьяком. Он проводил эксгумацию, они добросовестные ребята-то, а они хитрые. Ну мушьяк проверили, да? Ну остальное-то, конечно, он мушьяком не отравлен, как сейчас у нас вот говорят некоторые. А вот если бы он уже был мувичком, был отравлен, он уже сразу через секунду, говорит, вот эти-то, скриполиты, которые на скрипчиках играют в Англии. Они, значит, через несколько секунд бы скончались, а если не скончались, значит, все, это не новичок, не отравляющие вещества, а что-то другое. Ну вот отмазка, отмазка профессиональная, ну, как говорится, для дураков проход, для 99% это сплошное проходжа. Вот. И, значит, здесь такая же ситуация. Почему? Потому что мы сейчас откроем дело вместе с Пифагором по Уголовному кодексу Российской Федерации. Откроем дело об убийстве нашего дорогого генерала Закари Тейлора, героя многих войн. Сейчас как начнем перечислять, в каких он войнах воевал и везде побеждал, но в то же время он являлся как бы, ну, фигурант проклятия Тамтикума, по-моему, был какой-то деец, который сказал, что через каждые 20 лет будет президент на посту гибнуть. И вот этот второй президент, значит, он на посту по разным причинам. Ну, может быть, это проклятие Тейлора, может быть, там где-то запрограммировано, но они взяли на вооружение еще и товарищи масоны. И вот здесь вот как раз вот они оказались все или те, которые должны быть убиты, они или перешли в демократы, тогда они не убиты, а которые остались там в республиканцах, то они все оказались убиты. Это там сколько-то, сколько-то много человек, 7 человек, что ли, там набиты этих президентов. И вот здесь мы подозреваем, что УК Российской Федерации, это статья 105, она говорит не то, что вот так подошел, сразу хлопнул, убил и все. И она же говорит еще даже о том, что там есть подпункты, не оказал помощь, то есть человек, который может оказать помощь, он не оказал помощь. Допустим, вот вызвала бабушка скорую, а скорая ее не взяла, а сказала, ну куда мы тебя бабушку повезем, и она через 3 часа скончалась, допустим, эта бабушка. Вот это статья 105, это оставление человека в беспомощном состоянии. Пусть даже он этого мороженого поел, там тогда все 5-10, но в то же время, если ты знаешь, как это от этой диареи его избавить, у него же диарея открылась, и он фактически обезвоженный от организма, он скончался от диарея через 5 дней, непрерывный этот вот стул-то жидкий, и через 5 дней он, значит, накрылся медным тазом. Естественно, ну, вокруг же были люди, а во-первых, мороженое-то кто-то приносил, это же надо сейчас расследовать, кто мороженое подал, какой был это порядок блюд, что там накрутили, не было вот броженой вишни там с косточками, которые бродят, а там цианистый калий образуется. Может быть, он этой вишни переел броженый, которая бродила с косточками, а потом косточки вынули и ему в это мороженое замесили, а там цианистый калий, все. Второй случай, просто знает, что там бактерии, сухофруктов не помыли, подсунули, все. А дальше мы ему просто не помогаем, как Сталин, мы его не лечим, медиков не допускаем, каких-то дурачков приведем, они посмотрят, ничего не делают, поухают, поухают, и 5 дней будут его волокить, пока сам коньки не откинет. Вот такая ситуация была как раз с нашим уважаемым Закарем Тейном. Ну, что интересно, там только вот имя и фамилии отца и матери указано, ну, ясно, что он там вот в этих штатах, в Вирджинии потом они переехали, из Тенниса, когда он был еще молодой, и написано, что они просто богатые землевладельцы. Ну, там у них 100 рабов было, по-моему, в семье, там 100 рабов их обслуживало, семью это. Вот он у них был ребенок, они его выучили в 1808 году, он пошел уже в армию. Армию отслужил, повернулся, и сразу женился он. На ком он женился-то? На Маргарите Смит, Маргарет Смит. Ну, она ему 6 детей, конечно, выдала на гора в течение жизни, вот, разных детей, но судьбы детей мы не отслеживаем. Нас интересует вопрос подтвердить, вот как вот был у нас с Маяковским, с Есениным, вот мы должны сейчас подтвердить с помощью Пифагора или опровергнуть, что он был убит. Ну, вот Пифагор нам подсказывает, скорее всего, убит. Почему? Потому что он родился в год свиньи, 1784 год был свиньи. А для свиньи предупреждение, что его в любой момент могут в праздник схорчить эту свинью-то. Вот, если он родился рядом там с каким-то праздником, а он родился где-то с этим праздником, там у них еще зимой есть какой-то праздник. А, да, Рождество, он родился 24-го, 11-го, да? А тут рядом Рождество, сколько? Крисмас дэйта, Крисмас три, Крисмас три, Крисмас три. Вот, и вот рядом он родился, его как раз схорчили тоже на праздник. И он сам себя схорчил, да? С мороженным с этим. Ну, вероятно, так же, как вот в пиар-лагере там отравляют детей. Какой-то ребенок там вот не выдержал этой диареи-то и помер, да? Может, открылся, может, дизентерии там, а раньше лекарств дизентерии не было. Но были народные средства-то простые. Вот этому закалю Танину, может быть, чаю просто пожевать надо было, сушеного чаю черного или зеленого, сухого чаю пожевать несколько раз. А вот Танин этот убивает эти там в кишках всю эту заразу, которая у него там накопилась. Ну, говорят, что он раньше болел в малярии, у него организма слабо, все это сказки. Закаленный генерал, у него было все в порядке, и детей клепал, и здоровый, чтобы он был не обижен, у него здоровый был, как у Трампа. То есть на нем еще надо было это, возить и возить на этом генерале-то элита. Такой, по крайней мере, из-за его матрицы следует. И очень харизматичный был человек, его очень уважали в стране. И он победил на выборах с огромным перевесом, по сравнению, почему по всей стране у него был авторитет. И впервые голосование было в один день, потому что по штатам было в разные дни голосование раньше. А тут устроили синхронно все в один день голосование. Вот. И явка была огромная, и там была явка за 73%, ну, как вот у нас и гарантовы. Ну, у нас выводят искусственно, там же люди-то, они религиозные, там нельзя это допустить. Это потом в церкви не отмываешься, там, у какого-то там священника, да? И они бы тогда, народ не достиг бы такого благосостояния, если бы он так голосовал, как у нас вот народ голосует, как выводят это голосование, регулируют. Ну, не в этом дело, потому что, а, значит, коллеги выборщиков тоже дала ему большое, 160 примерно против 120 у самого ближайшего соперника, то есть на 40 голосов примерно, я говорю, там, опередил ближайшего соперника. Хотя он никакой не политик, не юрист, ничего. Ну, там произошел в результате вот сложных вот этих комбинаций, у республикаций что-то там с кандидатом не получилось, и они привлекли вот этих вот вигов, подвигли туда. И вот, и там было у них, надо партию вигов укреплять, и вот под этим лозунгом они сорганизовали все эти республиканцы, сделали ставку вот на вигов, поскольку у них был тесный контакт, они национал-республиканцы, а те просто республиканцы, да? И плюс к тому, что он из Виржинии, в Виржинии потом жил, а из Виржинии многие президенты произошли, это многие президенты, и это уже штат традиционный, поскольку они были все такие плантаторы, занимались там все, и богатенькие были такие, и имели возможность детей учить, отлично учить детей, вот, своих. Но этот пошел по военной карьере, вот какие у него успехи, сейчас мы с вами посмотрим, тут интересные моменты есть. Вот он у нас полк, то есть Тейлор, англиканин, он участвовал в войне в 12-м году, то есть он в 8-м году в армию пошел, потом война началась, в 12-м его опять призвали, а также был участником войны индейцев, черных соколов, в 1832-м году. После войны против Мексики и войны во Флориде в 1846-48-м годах получил звание генерал-майора и за храбрость приобрел прозвище «Старый сорвиг голова». То есть в 1847-м году после победы армии, которая значительно происходила его по количеству солдат, она превратила Тейлора в национального героя. И вот этот генерал-национальный герой, естественно, победил на выборах. 72 и 70 избирателей приняли участие в выборах. В выборной коллегии Тейлор получил 163 голоса, в то время как КАС, его ближайший соперник, 123 голоса, то есть на 40 голосов ровно. Ну, а Милард Филмор тоже ВИК, либеральный партийец, стал вице-президентом. Естественно, и президент ВИК, и вице-президент он себе подобрал такого, за которого тоже проголосовали. На первых порах на исполнение обязанностей президента в большой степени вызывал политически подкованный Филмор, занимающий пост вице-президента. Но скоро его сменил Уильям Стюарт. Стюарт – сенатор родом из Масучи-Сеца, то есть с Восточного берега. Он дал совет Тейлору усилить партию ВИГов. Вот, видите, поэтому следующий президент тоже стал ВИК. В 1849 году в октябре Калифорния предложила, а в Калифорнии, вот в этом самом штате каком-то более, Сакраменто, то есть в местечке Сакраменто было открыто золото, и он там подтверждал, что открыто золото. И вот эта Калифорния, туда народу сразу, ну золотая лихорадка же при предыдущем президенте была, мы говорили об этом, и туда сразу много народу и много избирателей получилось. И вот Калифорния, она предложила принять ее в штат Союза Свободного Травца. Там же два как бы союза распадался на два союза. На южные штаты, которые руководительству причислялись, а северные они, и вот Калифорния тоже к северным, которые отвергают это рабство. Через некоторое время после принятия должности президента Тэлор рекомендовал этот шаг переселенцам, хотя сам он был рабовладельцем. То есть он здесь сделал очень такой широкий жест в сторону свободы, радостного братства. И сейчас Тэлор торопил Конгресс принять позитивные решения, так как Собрание Калифорнии уже приняло на себя решение об отмене рабства. То есть, ну жители Калифорнии, выбрав сенатора и депутатов для Конгресса в Вашингтон, но Тэлор и они просмотрели в спешке, нужно, чтобы Конгресс дал разрешение. А члены Конгресса в большинстве были недовольны происходящим, потому что со временем Джексона очень сильно возрастала власть президента над Конгрессом в этом плане. И власть президента все больше росла. Члены Конгресса чувствовали себя ущемленными, обойденными. Депутат с юга были удивлены и шокированы, почему их нерабовладелец это посмотрел. И они требовали гарантии, чтобы в переходе на это безрабство, чтобы их нерабство не пострадало. То есть, и вот уже в конце правления Тэйлора, перед его отравлением, сути говоря, партии нашли решение, там в Конгрессе нашли решение, что могут отдать гарантии южным штатам, что не будут требовать отмены рабовладения. Вот, а это так вот теперь его послание, какое оно послание. Он пишет, что пост, на котором я должен вступить, как бы не удовлетворяли мои высочайшие амбиции, преисполнен огромной и даже страшной ответственности. Во время исполнения этих обязанностей моим путеводителем и советником будет Конституция, которую я всегда клянусь беречь, охранять и защищать. Ну, это у нас, если это на словах говорится, то там оно в дела превращается. Избранный значительным количеством народа, вот видите, он там, как у нас тоже, 73% там, и здесь тоже, уверенного, что моя администрация посвятит себя работе ради обеспечения благосостояния всей страны, а не поддержке какой-то конкретной группы населения или местных заинтересованных кругов. Вот видите, то, что здесь он прямо перекликает с современностью, он знает, что надо не олигархам этим конкретно служить, а тем избирателям, которые его избрали, все это вот большинство, а не вот этому 1%, который владеет 70% богатой страны не по праву. Что касается армии и флота, отличившихся недавно в боевых действиях, то будут предприняты мероприятия по обеспечению высочайшей степени их боеготовности, боеспособности, и содействия тому, чтобы армейским и военно-морским учебным заведениям, щедро финансируемым конгрессам были уделены особое внимание исполнительной ветви власти. То есть вот у нас эти военно-учебные заведения тоже сейчас поднимают на счет, начинают кафедры там в гузах что-то творить с ними. Предостережение истории, голос нашего любимого Джорджа Вашингтона, советует нам держаться подальше от альянцев с иностранными государствами. То есть не вступать эти ни в Бриксы, ни в Шоссы, ни в какие-нибудь что-что-что. И не создавать эти вот коалиции, как сейчас от Америки создала вот это НАТО, там СИАТО, СЕНТО, и такие Тихоокеанские пытался союз, и другие союзы, они против кого? Против Европы, против Азии, против России. И также Россия сейчас под влиянием вот этого американского, английского нашествия тоже пытается альянсы какие-то создавать. Но это Вашингтон сказал, что только на опыте вы убедитесь, каким печальным последствиям вот эти альянсы приводят. Как у нас Николай II вступил в Антанту, вступил против Кайзера и так далее. Ну, к чему это привело? Также был союз у Наполеона, у Гитлера были союзы вот эти. Они не привели ничего хорошего. Такому правительству, как наше, основанному на нравственности, видите, нравственности, а у нас на безнравственности, на вот этих слуцких основанных. И разуме своих граждан, поддерживаемые и доверием, и симпатиями, присуще стремление исчерпать все ресурсы вежливой дипломатии, вежливой дипломатии, прежде чем взяться за оружие. А мы сразу за оружие в Сирию. Давай, вот там наши интересы. Мы же интересы России в Сирии защищаем. Вот там люди гибнут, мы же интересы России. А какие у нас там интересы? У Прогожного Мерцова есть, и у Гаранта, а у простого-то избирателей-то этих, электорат, там нету интересов никаких. В заключение, мои сограждане, я хочу поздравить вас с тем высоким уровнем достатка, вот видите как, страна безгода недели, вся в войнах, вся война вообще в каком-то смятении, в брожении, в спорах. А уровень достатка, высокий уровень достатка, который в нашу общую страну, общая страна-союз под руководством милосердного божественного проведения. Видите, а у нас вот на инаугурации даже про божественное проведение ни слова не было на последнем сказано. Будем же и в дальнейшем просить Господа о той защите и заботе, которые привели нас от скромного начала, вот этого самого начала, да, развивали на земле там эти свои растения, сажали к сегодняшнему выдающемуся положению нашей страны. То есть уже в тот момент, а это были какие годы, в 1849 он инаугурацию проходил, да, вот считать даже не в 49, а раньше они же инаугурация, там промежуток есть несколько месяцев, а потом они вступают. Вот, ну, описывается, я тут сошлюсь, это все, эти вопросы, высказывания, эти все есть его. Инаугурационная речь. Вот видите, человек политически, казалось бы, совсем неискушенный, простой генерал, вот типа вот этих вот, ну, солдафонов, типа вот наших, на радио Комсомольской, правда, там, Баранец и Тимошенко. Вот такой же казалось бы, он и портретно-то на них похож, и в то же время он такие здравые, зрелые мысли политически высказывает на аунаугурационной речи. То есть он не только вот славными своими победами ознаменован, но и вот острым умом, прекрасным острым умом и харизматичный такой был. Вот, что можем, мы его рассмотрим для того, чтобы мы к Пифагору обратились опять, чтобы выяснить, какой у него был, какой у парня был конец, да? Вот Закари Тейлор, сейчас мы его рассмотрим получше. 24-го, 11-го, 1784-го и скончался 9-го он, 5 дней бедный мучился, 9-го, 7-го, 1850-го. И всего, пожалуй, он, сколько там, 66 лет. Сумма, смотрите, какая у него, святой умный человек. Четыре у него четверки, вот он там болел, туда все, четыре единицы, то есть три четверки, четыре единицы, генерал, он и есть генерал, он подтвердил матрицу эту свою. Ну, три двойки, это харизма, но смелый, солдат уважением пользуется, обаятельный человек. Ну, вот видите, вот этот треугольничек, мы его называли раньше ленинским. И вот здесь мы видим этот прирождение, ленинский треугольничек. То есть это связано уже тоже, черта выдающегося человека, одна из черт в матрице Пифагора. И две восьмерки, вот удивительное желание помогать людям, но под влиянием вот непорядочных людей. Он оказался в президентстве. Ну, конечно, вот сказалось, конечно, адвокатского воспитания, вот этой гибкости не хватило. Пятерка по семье, ну, требования к семье большие, но и к себе такие же требования. В семье у него все в порядке, и детей полно. Правда, не у всех судьба успешная. Семерка у него целей много, конечно, это он целей ставил много и распылялся. Вот, то есть восьмерка. А семерка везения у него, вот, везение небольшое, что и сказалось с гибели. И потом, вы видите, вот с таким треугольничком, редко, как и Ленин, он, редко сами они это кончают в своей жизни. На Ленина было покушение. Ну, и многие такие вот люди, они страдали от этого. В частности, вот и наш уважаемый подзащитный Закари Тейлор. Вот, ну, обвиняемый кто? Обвиняемый мог быть как рабовладельцы юга, так и масоны. Потому что и там были масоны, которые за рабство, и которых были масоны за северные штаты. Вот противоречие. Он бы как бы перекинулся туда в стан, как бы, свободных северян. И здесь могли быть напряженка с Конгрессом. Поэтому в любой случай здесь может быть использован, тем более, так тонко это может делать только масоны. Почему? Потому что мы знаем, что еще Леонардо да Винчи, когда он был молодым и только учился в масонском, это нижние чины проходил в масонской иерархии. Учеником был, там как есть ученик, потом этот мастер, от ученика до мастера, вот учеником у него были поручения устранять, он работал в столовой. И устранять неугодных масонской вот этой группе людей. Он их травил, просто людей, он их травил. Это Леонардо да Винчи. Ну про это кто говорит-то? Мы же это не знаем. Зачем вот нам знать? А это факт, в истории известный. Ну у него деструктивный характер, видите, дельта минус. Ну война, война она и есть. И у Ленина такой же был деструктивный. Он разрушал царизм. А этот, собственно, разрушал первый удар по рабовладению вместе с штатом, вот этим они, Калифорнией, удалили по рабовладению, сам по себе, короче говоря, и по подобным ребятам его, союзникам с юга. Вот, значит, революционный характер у него, вот это революционная единичка. То есть имея такой революционный характер, он везде побеждал. И Лёгов был на подъём. Духовность у него была высокая, не хуже, чем у Гундяева нашего. Единственное, что логики у него не было. То есть вот эти логичные поступки непоследовательные. Некоторые были, она могла привести к конфликтам. Но Лёвка тоже ум и память. И троек нету. То есть вот этот комплекс, он... Ну, собственно, у Ленина такой же был треугольник. Ну, в общем-то, матрица, она неплохая. Для генерала это и суммы чтен в свете. У него огромные успехи. Что можно сказать ещё про его характеристику? Ну, моя характеристика рожжёного года свиньи, это прекрасная характеристика. По всем вопросам этот человек, ну, исключительно. Он разносторонний, добрая старина его называют. Это добрая старина. Он и был такой доброй стариной. И, как говорится, слуга царю небесным и отец солдатам. И, видите, как пёкся о благосостоянии, о благополучии народа. То есть своей целью он ставил не уменьшить вот этот... Не налоги повысить, а уровень же не уменьшить население, а увеличить. И не на словах, как вот сейчас вот у нас гарант, он всё время на словах говорит одно, а в магазине мы видим другое. И в кошельке видим другое. Вот. Поэтому здесь, если, как говорится, что-то отлукаво, а эти вот стараются к всему-шему прицепиться. Даже в инагурационной речи он Бога помянул. А если ты публично Бога не помянул, там, особенно в такой вот... при инаугурации, то это уже сигнальчик. Вот. Это уже сигнальчик, что ты работаешь не в интересах народа. А в интересах вот узкой кучки, которой стремишься свою шкуру сберечь. А народом, наоборот, пожертвовать народом. Как вот контрсанкции они направлены? Они направлены против народа. То есть я назло Трампу возьму и отморожу уши всем жителям страны. Как школьник вот это. Я назло бабушке, возьму и отморожу уши. Но он не себе уши-то будет отмораживать. Он в отместку Трампа и вот этим всем санкциям он будет отмораживать уши всему народу. И уменьшать численность бедных. Но каким путем он же не говорит. Он говорит, но это все пустой звук. То есть вот они, вот контрасты. Вот у нас, казалось бы, там капитализм, там уже сельское хозяйство. Все на капиталистической рыночной экономике. В то время, уже в 1700 году, это развитие капитализма, в Англии все прошло. Это 1850, 1848 год. Уже тот Кармал сам на баррикадах воевал. В 1948 году там революция в Европе была. Уже социалистическая. Значит капитализм дозрел уже там в Европе до революции. А здесь он вот набирал обороты и в условиях новой формации. Вот этой федерации независимых штатов как бы. Интересы, значит, отдельных штатов и общие интересы их защиты все были удовлетворены. И развитие шло путем синтеза этих штатов. А не распада, как у нас. Не дивергенции. Что надо сказать еще. Вот когда его отравили. Собственно, день. Мы посмотрим, когда его отравили. Вот он был отравлен. Значит, как свинья у него там, в год свиньи там предупреждение, что могут схарчить в праздник. Любой ближайший праздник. Вот это четвертое седьмое 1850 года, когда он кушал мороженое. Дельта нулю, сумма 11, вот три семерки. Это ангельский день, то есть вот ему недолго оставалось уже. Ему вот эти три молоточка пришли, значит, это говорит, что время его все подошло. И те же вот непорядочные люди, две восьмерки, непорядочные люди вокруг него. И вот эта нулевка, которая матрицу ограничила, и стала вот дельта ноль. То есть попытка сохранить, день попытки сохранить вот это все. Но в то же время три семерки, которые говорят о погибели скорой. И вот он сам день погибели, собственно. Деструктивный для него день, сумма вообще маленькая. А вот, девятое число. И уже так царство рептилоидов. 2,0 уже такой R-вязка. Вот такая у него кончина при полной деструкции. И инвариант 7. Видите? Инвариант 7. Что значит этот инвариант 7? А инвариант 7 очень просто. Говорят, что у него была вот эта семерка, от везения, слабое везение, было, видимо, предусмотрено на седьмом десятке. Ну, на седьмом десятке, в 66 лет и был отравлен. Но то, что отравлено, это точно, потому что вот свинья говорит об этом, и день отравления. Он сразу говорит о том, что три вот эти семерки, ангел, как ангел на короткое время, как говорится, да? Уже этот сигнал дает. Опять указывает на семерки. И вот воздействие непорядочных людей на протяжении всей его жизни. Ну, в общем, так же, как вот у Ленина, примерно у Ленина, да? У него тоже на протяжении всех окружен был непорядочными людьми, и всякими труборскими, там, этими сверлами и так далее, шпаной все это. Русофобами Дзержинскими, которые дружили с Ленькой Пантелеевым, с бандитом, и всякими другими вот этой вот кровожадной, которая настрадалась в тюрьмах царских. Они оттуда вылезли и начали творить уже по-своему, да? Уничтожать все подряд, там, ломать и налево, и направо. Вот. Ну, у Тейлора совсем другое. Если у него было конструктивно, у Тейлора, что он все-таки опирался на Бога, а тот был, Ленин был безборник. Вот в этом разница одна существенная. Вот Ленин был как вот этот Эхнатон, да? Фараон Эхнатон. И памятник такой ему, как Эхнатон, вот этих. И, в принципе, и Тейлору можно такой памятник поставить. За что? За вот эти военные успехи. Военные успехи во многих войнах, где он малым составом побеждал большое количество людей. Таким образом, мы считаем, что отравление его было спланировано заранее. Вот эти ингредиенты, кто ему подавал, мы следствие должно выяснить. А следствие сейчас, оно как, оно не имеет сроков по времени. Можно убийство судить сколько угодно много времени. Так же, как нет прощения вот тем, кто геноцид осуществлял в концлагерях фашистских, да? Вот всех людей там, среди там, цыган, там, мальдаван, евреев, русских, белорусов и всех в лагерях. Нету, как говорят, срока давности этим преступлением, убийству. То вот это можно дело открыть и выяснить, наконец, кто же ему подавал вот это всё это. И это первое. А второе, кто же не принял его, к его исцелению в первый же день, когда у него открылась эта фигня, диарея. То есть, если в первый день не принять меры, при тех же самых возможностях народной медицины, тогда же она была, но народная медицина много старше, чем эти все доктора. И вот та же самая кошка, собака, она идёт на поле и там выбирает травку где-то, ей надо подлечиться. Та же человек, он же испокон века знает, что если черёмки поесть сушёной, то даже от дизентерии спасёшься. Там и есть и подорожник, там и чай вот этот жевать. Многие рецепты знают люди, чтобы остановить без всяких таблеток, без этих, всё это дело. Грецкий орех заваривать, это всё, вот эти сердцевинки грецкого ореха. Ну, это уже мне никто не делал, нет. Значит, вокруг него были такие люди, которые именно ждали, когда вот этот вот Сталин-то сам помрёт, да? Сам к нему подойдёт уже, это с косой-то. Вот или кто там, ангел. Таким образом, нам Пифагор, ну, с большой вероятностью, тем более вот год товарищу, год свиней рождён, и плюс к тому же мог довериться человеку, а ему доверять нельзя. Ситуация такая же, как вот сейчас вот этот у нас выступает-то, Белковский. Он же тоже в год свиней, его могут схорчить в любой момент, если он доверится кому-то и будет такие вот политические речи толкать. И уже много было таких у нас случаев, которые под этот подходят, под эту характеристику китайского, кстати, календаря. Китайцы об этом тоже говорят, что если рождён год свиней, то, может быть, его схорчат в ближайший праздник. Ну, это необычное дело, конфликт с масонами, партия вигов, она была что? Её товарищ предлагал усилить эту партию вигов. Он политику какую продвигал? Англикане, партии вигов, всё это выходит на что? На Альбион. Значит, Альбион поддерживал этих вигов. А местные уже власти, которые местечковые-то, уже образовались тут они все, и уже в Вашингтоне они построили по этому, по своему треугольнику, по отвесу, по этим циркулю там масонскому, по масонским всем меркам поставили вот этих стел, вот этих самых своих масонских. И улицы разметили так, звездообразные лучшие треугольники везде нафигачили с глазом с этим треугольником. Всё там, всё в форме Вашингтона, и был уже построен по масонскому образцу. И вот эти вот конфликты между центром, хотя масоны и там были масоны, вот английский-то, начиная там и Ньютон, уже был там у них, и до Ньютона были гроссмейстеры там великие, самый главный гроссмейстер, Ньютон считался, Ньютон. Вот с этих моментов, с Георга Первого-то, собственно, а Георг Первый его, ну, его Лемниц поставил фактически королём английским. И вот оттуда пошло на США вот это всё масонское влияние, и на всю Европу, где оно расплодилось, о чём Лемниц ещё и говорил, что масоны очень сильно расплодились, и меня, говорит, предлагают туда записываться вот эти потаённые комнаты. Ну, я, говорит, руками и ногами против, я против этого совершенно, потому что он выступал за открытую науку. Отсутствие вот этих дверей. Ну, так, как в Евангелии написано, что там нет, в потаённых комнатах нету Бога, то там, наоборот, это дети исчадь и сатанину. Вы, говорит, не евреи, как Иисус Христос сказал. Вы, говорит, не евреи, а исчадь и сатанину. Вот. Только вы даёте себя, что вы евреи, для того, чтобы вам кучковаться. Это всё равно, что как эту георгиевскую ленточку словесную на себя нацепить. Вот я еврей, я русский, я украинец, я белорус. А на самом деле, кто так говорит, тот этим не является. Это просто словесная георгиевская ленточка. Это националист. Самоопределение национальное, которое требует, а всё. Вот ты кто, ты русский? Ну, саму пойми, по моему разговору, по моему виду, пойми, что я исповедую. Исповедую ли я истину, или правду, или стремлюсь ли к правде, к истине. Или, наоборот, я, как вот прилагаясь, голосую за этого сына лжи. А те-то лжи там, это, в треугольнике глазом смотрят за кем? За сыном лжи. А сына лжи он ставит президентами. По Евангелии, как вот, Иисусу Христу тоже давали звание президента всей этой царств. Всех этих царств, всех дают тебе в руки эти все царства. Говорил сатана Иисус Христу, когда он его поднял на эту гуру. Испытывал, когда он постился, Иисус Христос. Вот, то только мне поклонись, и, значит, вот и тогда будешь этим царем. И таким образом говорят, Иван Грозный хороший был такой человек, мы ему памятник поставим. А это все сын лжи. Это от Лукавова. Вот мы там тому памятник поставим, этому Петру Первому. А это кто? Сын лжи. А те тоже у них на вершине их пирамиды. Он расставляет эти шахматные фигуры, вот этих президентов, премьеров и так далее, вот расставляет. И мы сейчас вот проанализировали, у нас же много этих исследований проведено. По правительству фактически оно старое осталось. Ну, там одни рептилоиды. Потому что ставку отец лжи ставит на рептилоидов. Ну, вот этих генетически модифицированных людей. Они создают нам и средства вооружения, ядерное оружие они создают. Что они еще там указали, что они везде в правительствах сидят. Меньше, конечно, странов европейских, западных. А тут вот в Америке первый президент уже был рептилоид. А потом немножко их потеснили, потеснили. И вот это уже не было рептилоид. Ну, кстати, это, оно может быть как? Оно через поколение может проявиться, вот это отклонение. Вот. Поэтому вот такое дело. Ну, некоторые вот они президентом поставили, много за них проголосовали. Они думали, что вот это Бог меня поставил. И он обращается уже к Всевышнему. Но даже Иисус Христос говорил, что вы поглоняете дьяволу. Вот этому, как его еще в Библии называют, гениальный конструктор Вселенной. Конструктор Вселенной. Не творец, не создатель, а конструктор. То есть он конструирует уже из готовых обломков. То есть он ломается сначала, а потом, вот как революция, да, все до основания. А потом мы новое все сконструируем, что-то новое. И опять мы тут растянемся, и будет у нас новый там гешефт. Вот будем этих коров доить. А коровы кто это? Простые люди. Это люди простые. Которые, ну, у них нет вот этого генетической вставки-то, которую обнаружил Дэви Тайк. И те люди, на которых он ссылается. Вот такие дела. То есть нам бы Твелп мы разобрали. Вот. И следующий президент у нас будет. Ну, потом посмотрим, кто Филмор. Ну, кто? Вице-президент был, да. Первый вице-президент был Филмор. Филмор тоже ВИК. То есть влияние вот этой короны, оно через ВИГов шло туда. А ВИГи почему были против масон? Потому что масоны, они стремятся в эту местечковость какую-то, вот лужу, да. И в пределах этой лужи у них там свой гроссмерти сидит, гроссмейстер. И он уже другие-то, лужи-то так опосредованно стремится. У них свои там символики, своя все, свои цели, задачи. Там белая роза, балая роза. Там какая-то фигня, треугольник такой. Дальний Восток, Ближний Восток, Великий Франции там. И так далее. И все они противоречия между друг с другом. И также хотят отделиться независимо, там заниматься своими вот конструированием, созданием чего-то. А чего они занимаются? Строительством, да? То есть мы разрушим до основания, а потом будем строить. Этим вот Баженов тоже масон занимался в Москве. Сколько он там накрушил. Он же стену разрушил, Кремлевскую стену. Рушил, рушил. Хотел там во весь фронт дворец построить на набережной. Чтобы дворец стоял вместо стены. Потому что он там рыл библиотеку, рыл. А потом Екатерина, все, давай по новой стене восстановили. По новой стене. И там же он делал. А следующий, вот там Казаков приходил, он его рушил это все и делал все по новой. И сейчас вот это все разрушено, а потом у нее царится. Сейчас уже еще какой-нибудь Новиков придет. Новиков. Или вот этот вот плиточник. Одна же московская плиточник. Тейлор, да? Этот у нас Тейлор. А тут был, а тут был тоже же плиточник-то, типа Тейлора, да? А, Тейлер. Этот Тейлор. А то был Тейлер, это плиточник, да? И сейчас в Москве тоже будут выборы очередного плиточника. Ну, мы уже подобрали таких спарринг-партнеров, то уже, кроме как этого, рептилоиды, плиточника, и вроде нету никого. Опять будут, значит, миллионы за эти деревца посадили. Ой, мы затратили миллиард на это деревце посадили. Ой, мы в этот стадион «Динамо», а мы-то 100 миллиардов вложили рублей. Вот этим будут заниматься и этим хвастаться. Вот мы такую, мы такую работу. А все это же масонство отмывает, деньги-то ворует, то это же масонство. На строительство кто-то руководит? Масоны. А этот вот Тейлер, ну, залез он против масонов в виде там какие-то виги. Конечно, ему мороженое в морду дать, мороженое. И на тот свет его, этого Тейлера. Тейлер, не Тейлера, это, как он, Тейлор, 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 Свеут. Тейлор Свеут в пустое пространство. То есть они освободили вот это президентское пустое пространство для следующего Филлмора. Ну, он недолго, он допрезидентил Филлмор за него еще. Вот оставшиеся там 969 дней Филлмор. А этот Тейлору-то, Свеут, было 492 дня всего отпущено. Вот. А Филлмор, это уже первого вице-президента, а там уже будет, уже нормальные президенты пойдут. Пьюерсы, Бьюкинины, которые по одному сроку сидели и так далее. Ну, мы вот на 13-м на Филлморе остановимся. Всего доброго, до новых встреч. В следующий раз мы его рассмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова